Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Каждое утро с 10 до 10.20 мы изучаем Тору, это знание, священное, святое знание, которое получил Машер Аббену Моисей на горе Синай, когда еврейский народ вышел из Египта. И получил он от Бога знание, как работает мир. И спустился он, вы знаете же, со скрижалями, на которых были написаны 10 заповедей. Кстати, интересно, что сегодня день рождения и день смерти Машера Аббену Моисея. И сегодня день смерти, я не знаю, как насчет дня рождения, но день смерти сегодня Эстер, царица Эстер, благодаря которой мы здесь собрались, потому что мы изучаем сейчас Медилат, свиток Эстер. И сегодня ее ерцет, как раз, представляете, она в один день с Машер Аббену, с Моисеем, умерла. И говорят, что сегодня, если молиться, если молиться сегодня и в заслугу Машера Аббену просить, в заслугу Эстер, и они же с Богом были очень близкие, то сегодня вот очень хороший день для молитвы. Очень хороший день для молитвы. Прямо, если сегодня вот со всей силы молиться о том, что вам нужно, что вы хотите, то, что вы хотите в жизни там и так далее, то сегодня у каждой мысли, у каждого слова, которое произнесено, обращенное к Богу, есть особенная сила. Это очень важно, кстати. Интересно, что когда человек, вот даже это можно проследить не на молитве, а это можно проследить на обычном разговоре или на обычной какой-то идее. Если у человека есть сильное желание внутри, прямо вот он какой-то идеей горит, прямо вот у него внутри прямо огонь такой, да, и он потом прилагает усилия, он просит людей, вот ему раз отказали, он опять просит, опять просит, опять просит, то он может пробить. А если у него внутри маленькое желание, такое слабенькое, то он не может пробить. Если человек, он что-то сильно хочет, и у него есть люди, которые ему готовы помочь, те люди, которые вот реально хотят ему помочь, и влиятельные люди, да, То его мечта, его желание, оно становится более вероятно, что оно реализовывается Спрашивают, какому богу болимся? Бог один, бог это создатель мироздания, который им управляет Есть только один бог, нет, само слово бог равно один Один бог, один создатель, творец мироздания, который миром управляет То есть не может быть двух богов, да? Если уже два, то это уже не боги, понятно? То есть это как бы противоречие То есть если бог, то это создатель, это один, творец Если боги, то это уже вообще нельзя этим словом пользоваться Но так как слово это, оно уже очень затертое, такое, знаете, затертое, перетертое И у людей, когда они говорят слово бог, у каждого свои ассоциации То можно использовать слово творец, создатель, всесильный, да? Но главное, что нужно понимать, что у мироздания не может быть двух создателей У мироздания есть один создатель, творец И не может быть здесь двух сил, которые управляют этим Все очень гармонично Если бы было две силы, то тогда, или там три, или четыре То тогда был бы хаос А так есть один создатель, один творец И от него идет все мироздание То есть это как бы понятная, очевидная вещь Хорошо, теперь и когда человек молится Когда человек молится сегодня, например, вот этому создателю, творцу мира И он в мыслях и в словах выражает свое желание Как бы он хотел, чтобы изменилась его жизнь И при этом сегодня можно молиться в заслугу очень влиятельных людей Все равно это были люди Мошарабену Моисея, он был пророк Он был очень близок к Богу Но он был человек, который поднялся на высочайший уровень пророчества Теперь Эстера Малка Она была близка к Богу Она была пророчества тоже Даже у нее, ее модила в Иране сейчас Модила Мурдыха и Эстер находятся в Иране И приходят даже иранцы, не евреи, приходят на могилы пророков Молиться для того, чтобы, значит, была большая сила их молитвах Но молиться надо ни в коем случае не пророкам Это запрещено Это как становится тоже идолопоклонство То есть когда ты молишься человеку, это идолопоклонство Молиться надо Богу, а чтобы пророк поддержал, да, в заслугу, вот, например, там, пророка Хорошо, восьмая глава Восьмая глава, значит, тот, кто был преследователь евреев Его звали Аман Который хотел уничтожить всех евреев Который кружил, выкруживал всю вот эту комбинацию Выстроил ее И, значит, назначил уничтожение еврейского народа на 13-е число месяца Адар Сегодня седьмой Адар, это 13-е, через пять дней И разослал письма во все 127 стран Чтобы в этот день было письмо, а в нем внутри еще одно письмо Во верхнем письме было написано, что подготовиться всем службам безопасности Все армии, всем подготовиться к войне 13-го Адара А в нижнем письме, внутри, которое запечатано, будет написано, кого убивать То есть такое двойное послание Письмо внутри письмо Значит, когда открылась эта вся история То Эстер, царица Эстер, мы это уже прошли в седьмой главе Она приглашала два раза на пир Ахашвироша Президента, да, такого, а не президента Царя, царя такого Самого неограниченного властителя этой всей империи И Амана, его премьер-министра Она их вызывала два раза на пир И на втором пиру, когда царь их хорошо выпил Она говорит, царь, спаси меня, спаси мой народ Он говорит, что случилось? Кто хотел тебя обидеть, царицу Эстер? Она говорит, вот этот вот Аман, злодей Вот этот вот невинных людей хотел уничтожить целый народ Меня, меня, говорит, хотел уничтожить за то, что мы евреи Царь говорит, как так вообще? И повесили Амана Амана повесили, и вот начинается восьмая глава Байомау, в этот день Натан Амеда Хахашвирош ле Эстера Малка Эдбет Аман Цорер Айудим Значит, в этот день В этот день дал царя Хахашвирош, царице Эстер Дом Амана, преследователя, ненавистника евреев И Мордыхай пришел перед царем Потому что сказала Эстер, кто он ей То есть она сказала, что он меня воспитал Он мой дядя Он спас царя Когда против царя был заговор И, значит, а когда открылось То, каким хорошим, добрым, умным человеком был Мордыхай То царь говорит, а что же он сидит возле ворот Давай его ко мне Пускай, значит, сидит рядом со мной Я сейчас хочу сразу остановиться Вот в этом отрывке есть очень глубокий смысл До того, как я прочитаю, что будет дальше Есть очень глубокий смысл, который касается каждого из нас Вот смотрите Я сегодня прочел, меня прямо очень удивила эта фраза Я прям сразу хочу ее сказать Начинается, начинается восьмая глава Вот этот первый отрывок Словами Байом Ау В этот день Значит, Байом Ау в этот день И, знаешь, вся книга, первая глава Начиналась словами Начиналась первая глава словами Катиме Ваеи Беяме Ахашвирош И было в дни Ахашвироша Тут написано в единственном числе В этот день Хотя событие это В слове в этот день Включено много событий А там было написано в эти дни И говорит Виленский Гаон такую фразу Меня вот эта фраза очень удивила Он говорит такую фразу Которая звучит так Что в раздроблении В раздроблении скрывается зло То есть зло, вот то зло Которое первопричина зло Архизло То есть в этом мире Всевышний создал Значит, даже не так Не то, чтобы он создал зло Зло это отсутствие добра То есть есть некое пространство В котором нет добра И там развивается зло Ведь темноты-то нет такого понятия Как темнота Есть отсутствие света Вот там, где есть свет Нету темноты Но там, где нету света Там есть темнота Вот то же самое зло Зло это там, где нет добра Так говорит Виленский Гаон Что вот это вот зло Появляется там Где есть раздробленность Поэтому все хорошее Называется в этот день И он приводит доказательства Что когда Яков Про отец Яков Он работал за свою жену Рахель Семь лет Написано, что были для него Эти семь лет Как дни Ахадим Как один день То есть для него вообще было Это все как один день Почему? Потому что он был добро То есть для него это было как один день И вторая вещь интересная Что Значит, давайте второй отрывок я прочту И скажу вторую вещь Значит, и снял царь Вот то вот кольцо Которое он давал премьер-министру Которое он давал Аману Кольцо это был признак Его неограниченной власти Что ты можешь от моего имени Давать приказы Это как доверенность Да, такая И он дал это кольцо Которое было И снял царь Кольцо Которое Которое он давал Аману И дал это кольцо Мордыхаю И значит И отдал он Эстер и Мордыхаю Дом Амана Значит Дом Амана он отдал Эстер и Мордыхаю Аман Естественно, что в этом мире Есть Есть Четыре вещи Четыре вещи Даже не так Когда Бог Когда Бог разговаривал С старевым Соломоном Он ему говорит Слушай Вот я тебе предлагаю И он ему перечислил Четыре вещи Которые С точки зрения Бога Являются самыми важными В этом мире Царь Соломон выбрал другое Я сейчас расскажу Что выбрал царь Соломон Теперь Здесь Когда говорилось Про Амана В прошлых главах Говорилось Что чем Аман гордился Чем гордятся обычно люди В этом мире Что для них является Признаком достижения Такого Да Вот Для мужчины Вот вчера мы разговаривали С Эдмурот Довлатов Да И чем он гордится Например Чем гордится человек В этом мире Первое Богатством Он мультимиллионер Аман был Один из самых богатых людей Как премьер-министр Да Сейчас очень принято Тоже Когда Какой-нибудь государственный Чиновник Расистый Например Уходит со службы И он миллиардер Как Вообще Откуда У тебя зарплата была 10 тысяч рублей Там Или 100 тысяч рублей Какой ты миллиардер Посмотрите Есть несколько Расистых чиновников Которые Стали миллиардерами Вот Аман Он был миллиардер И он этим гордился Он показывал Своим друзьям Там мы читали Своё богатство Да Второе Почёт Почёт Это Признание Да Ну например Есть люди Там Рональда Он не самый богатый человек В мире Но он самый известный У него там Полмиллиарда подписчиков По-моему В инстаграме Это почёт Что люди тебя знают Почитают Уважают И есть Третья вещь Сыновьями Сыновьями Как известно Что мужчина должен Посадить Дерево Вырастить сына Построить дом И если Человек Вырастил Много сыновей Мужчина То он этим гордится Что у него есть много сыновей А раньше Это было вообще признаком Такого Ну вот чем гордились И сейчас тоже Гордятся сыновьями Когда много Сыновей гордятся Хорошо Так вот Значит Снял Царь Кольцо Признак Почёта И отдал Это кольцо Мордыхаю И Эстер Мордыхар Отдал кольцо А богатство Амана Он отдал Эстер И Мордыхаю Значит Здесь Есть такой Очень важный Нюанс Что когда Было восстание Против царя То тот Кого казнили То его имущество Конфисковалось В пользу царя Но тем Что он отдал Дом Амана И его имущество Отдал Эстер Царицы Он этим Хотел показать Народу Что восстание Было не против Него А против Эстер Хорошо И значит Вроде бы Всё хорошо Но лежат же Письма И 13 Адара В этих Письмах Во внутреннем Письме Будет написано Что уничтожать Надо евреев То есть Аман задумал Чтобы в этот День Дать Как бы Возможность По закону Уничтожить евреев И их имущество Разграбить Это был его замысел Так он хотел Отомстить Мордыхаю Который Ему не поклонился И тут мы видим Как всё перевернулось Амана повесили Мордыхаю Отдали его дом Но А что с евреями Что со всем народом И тогда Продолжила Эстер И добавила Эстер И начала она Говорить перед царём И упала ему В ноги И заплакала Войти Тханэнло И начала Как бы Взмолилась Перед ним Леавир Это ра Аман Чтобы он Убрал зло Амана Вот этого Аагаги Амалетитянина Амана Амалетитянина И чтобы его Замысел Который он Задумал На евреев То есть Эстер Продолжила молиться Использовала Методы Которые Работали Начиная От первого человека Когда Хава Адама Решона Хотела заставить Сесть Это дерево Познание Добра и зла Она начала Есть в Талмуде Такая одна из версий Она начала Плакать И не переставала Устроила истерику Не переставала плакать Пока он не поел Это одна из таких версий И вот мы видим Что Эстер тоже Она начала плакать И взмолилась Перед ним И говорила К нему И так далее Кстати интересно Что когда в Медилат эстер Используется Слово царь И не используется Имя Ахашвероша То здесь есть намек На царь царей На бога И здесь у нас есть Некая схема молитвы Как молиться Плакать То есть Если тебе что-то надо То написано Ворота слез Открыты всегда И когда человек В сердце своем плачет То у него Естественно Вырабатывается Совершенно Ну видно что ему надо Ему реально надо Если он плачет И взмолиться Да То есть Есть Мишнав Пертьевод Которая говорит Что Что не делай Свою молитву Такой Как Кэва Ну такой Будничной Да То есть Ты должен каждый раз Когда ты молишься богу Молиться от всего сердца То есть Ты должен Тебе важно Так попроси Это показывает Что ты понимаешь Что это от бога В общем она взмолилась Перед царем Перед царем Значит чтобы он Убрал вот это зло Которое Аман задумал На еврейский народ Значит царь Он протянул на нее Свой стипетр Золотой И встала Эстер Значит ватакам Эстер И встала Эстер И стояла она Перед царем Он ей говорит А ну-ка встань Он ей Ну-ка встань Интересно И сказал И сказала она Тогда Им Она ему тогда Встала и говорит Если царю хорошо И если я Мацати Хэн Если я нашла Милость В глазах Перед ним Перед царем Значит И если эта вещь Она кошерная То есть хорошая Разрешенная Понятная Перед царем И если я Она говорит Если я Как проситель Да Хороша в твоих глазах Если ты меня любишь Она ему сказала Если ты меня любишь Это как женщины любят Да сказать Если ты меня любишь Сделаешь А если ты не сделаешь Так ты не любишь Мужчина говорит При чем тут это Я тебя люблю Но не сделаю Это же Ну как Причем Какая связь Она говорит Нет Если я хороша В твоих глазах И значит Пускай Напиши письма Значит Для того чтобы Вернуть Вернуть замысел Амана Вот этого Амана Злодея Амалититянина Которую он написал Чтобы уничтожить И врезать народ Во все страны царя Она ему говорит Потому что Как я смогу Она говорит Увидеть зло Которое будет С моим народом И как я смогу Увидеть Как потеряются Мои родные Моя Как бы Моя семья Интересно Что у человека Есть связь Внутренняя связь Со своим Народом У любого человека У еврея Есть связь С еврейским Народом У армянина С армянским Народом У любого человека Есть внутренняя связь Отождествления Себя Со своим народом И Вот эта вот связь Она в чем проявляется Знаете в чем Вот если вы посмотрите Понаблюдаете за собой Вот например Там происходит Какое-то событие В Африте В Африте Какая-то там Секта Опять напала На деревню И убила 300 человек А обычно Ну вот Я говорю В большинстве случаев Человек Который не в Африте Не принадлежит К этому К этому Силу И к этому народу Он читает Об этом И думает Да Думает Вот эти африканцы Они конечно Подгоняют Вообще Ну жалко Что там дальше В новостях Теперь Но если человек Читает Что Там например Если это читает Украинец Если читает Русский например Или если это читает Какой-нибудь там Я не знаю Эстонец Он читает Что автобус С эстонцами Упал в пропасть Где-нибудь там Вообще В другом конце света Он переживает Ему прям больно Почему ему больно У него есть Отождествление Он эстонец Он как бы С ними связан Внутренне И когда что-то С ними происходит То он чувствует Это как Внутреннюю боль И значит Эстер говорит Как я смогу Жить после этого Как я смогу Видеть Когда с евреями С моей семьей Как бы С моими родственниками Произойдет Такое зло И сказал Царь Ахашвирош Эстер Царица Эстер И Мордыхая Иуди То есть Они же были Как он был Ее дядя И он его уже Поднял На пост Амана На пост Главного советника Да Шалом из Латвии Значит Вот Он говорит Дом Амана Я вам уже дал Все Дал вам Дом Амана Его мы повесили Он говорит Все Его повесили За то Что он Хотел уничтожить Евреев А вы Теперь Он говорит Смотрите Вы теперь Сделайте так Напишите Евреям Как вам хочется Написать Так и пишите От моего имени И запечатайте Значит Запечатайте Кольцом царя Потому что То что Сказал царь Которое Подписано От имени Царя И значит Запечатано Его кольцом Невозможно Вернуть Невозможно Вернуть Теперь смотрите Здесь есть Очень большой Смысл Для каждого Из нас Это не просто История Которая была Когда-то И царь Он сказал Что то Что царский Приказ Который был Уже издан И опубликован Вернуть нельзя Иначе Это подрывает Подрывает Доверие К царским указам Что это царь сказал Потом вернул Потом сказал Потом вернул Кстати Это касается Каждого человека Есть люди Которые держат Слово И если он держит Слово То ему все доверяют Есть люди Которые не держат Слово И это держит Не держит Слово Оно проверяется В разных Интерпретациях Ситуациях То есть Сила доверия К человеку Зависит от того Насколько он Держит слово И царь Это первое Что мы отсюда Можем выучить И царь Который Который Хочет Чтобы его Уважали И почитали Он естественно Не будет Менять свои указы И их Их возвращать Туда обратно Но Если мы копнем Глубже То здесь Есть То что Называют На востоке Карма А на В традиции Иудаизма Называется Это так Что Сказал Сказал Раби Иуда Он говорит Сказал так Посмотри на три вещи И ты никогда Не согрешишь Знай Айн Руа То есть Глаз видит Озен Шумат Ухо слышит И все твои дела Записываются В книгу То есть Все что человек делает Каждый его поступок Каждый его поступок Создает На небе Некую запись Да На востоке Называют это Карма Это как Отпечаток Твоих мыслей И действий На небе А мы называем Просто Все твои поступки Записываются В книгу Что это значит Вот живет человек Он сделал Какой-то сегодня Поступок Кого-то обидел С тем-то не рассчитался С тем-то поругался Все Потом завтра Этот человек Он сделал Хороший поступок Он кому-то Переплатил Кого-то поддержал Деньги Которые украл Вчера Он дал На благотворительность Половину Потом дальше Он Следующий день Он дает 100 тысяч долларов На благотворительность Следующий день Он тратит 100 тысяч долларов На проституток Следующий день Он опять У кого-то украл И так далее То есть у человека Есть каждый день Он закладывает Некую Некую программу В небо В небо Которая Которая На него Приходит То что Сейчас идет Снег Это он идет Не просто так Он идет Потому что До этого Было лето И летом Вода Которая Была жарко Она поднялась На небо Она испарялась И сейчас Вода Которая летом Поднялась Сейчас она падает В виде снега Понятно Да То же самое Жизнь человека И говорит Царь То что уже Было сделано Я вернуть Не могу Ты можешь Сейчас Своими новыми Поступками Исправить Последствия То есть Ты можешь Сейчас Закладывая Добро 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 То есть Одно Другое Не перекрывает То есть То что было Зло Оно Убирается Только Раскаянием Ты не можешь Убрать Добром То зло Которое Ты сделал То есть Зло Убирается Против зла Есть одно Средство Называется Раскаяние Чува Чува Это Лягзор Бычува И целый Механизм Очистки Того зла Которое Ты сделал Вот Дмитрий Базаров Базанов Спрашивает Можно ли Отдать Ворованное На благотворительность Отдать Там Можно Но только Оно Не сработает То есть Вернее Не так То Зло Которое Ты сделал Заворованное Это У тебя Записано Как зло То добро Которое Ты сделал Помогая Кому-то Оно Тебе записано Как добро Потому что Люди Тебя Благодарят Ты жизнь Кому-то Спас Этими Деньгами И так Далее Но у тебя Будет Ответ За зло Это Отдельный Идет Счет Ответ За добро Идет Отдельный Счет Оно Не перекрыло Одно Другое Понятно То есть Зло Чтобы Снять Зло От того Что ты Украл Нужно Вернуть Ворованное И больше Не воровать Это Ты убрал Последствия Зла Но если Ты Украл И отдал То ты За то Что ты Украл Есть ответ За то Что ты Теперь вот здесь Это было скрыто Что нельзя вернуть Нельзя вернуть Тот приказ Царя Который был И когда Всевышний Например Гневается На еврейский народ За что-то Вот здесь Он простил Еврейский народ То есть Было постановление Уничтожить Потом Это постановление Сняли Сняли Все не уничтожили Все радуются Все отлично Теперь есть В Медилат-Эстер Есть в первой главе Большая буква Тав В последней Большая буква Хэт В последней главе Есть буква Большая Тав Значит И написано Вот это В последней главе Что будут Эти события Будут повторяться В году Тавкхэт По еврейскому Летоисчислению Была страшная Гзира Страшная Резня На еврейский народ Это было Восстание Богдана Хмельницкого Когда просто Вырезали Тысячи Тысячи Поселков Еврейских мест Вырезали Просто ни за что Заходили И прямо Резали Женщин Детей Стариков Почему Потому что Постановление Царя Которое было Когда-то Оно может Отменить Оно отмениться Не может Оно может Длиться Длиться Годами 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 И потом В какой-то момент Оно падает Это если говорить Про общий Глобальное Как Бог Управляет Миром Хорошо Хорошо Значит Мы дошли До Секундочку 1026 Уже Да Значит Все Он им сказал Отправляйте Новые письма То есть Новый приказ Делайте Но старый приказ Я отменять Не могу Потому что Царь свои приказы Не отменяет Все И значит Ияра И вот Наступает Десятая Сивана В третий Месяц Значит В третий Месяц Шлуша Вэйстрим 23 числа И Записали Тогда Эти писцы Новый приказ В письмах Все Что им Приказал Написать Мурдыхай Мурдыхай Еврей И значит Эти письма Новые письма Отправили Во все 127 стран От Индии До Африки 127 стран Отправили В каждый народ Новое письмо И значит А евреям Написали Отдельные письма В каждую общину В каждой стране Написали Отдельные письма Что было В этих письмах Мы узнаем Когда В воскресенье Сейчас уже Мы начинаем Готовиться К шабату К воскресенью Мы узнаем Что это был За новый приказ И выводы Которые мы с вами Можем сделать То еще раз Можно понять Что каждое действие Которое ты делаешь Имеет последствия Хорошее действие Имеет хорошее последствие Плохое действие Имеет плохое последствие Для того Чтобы убрать Плохие действия Плохие последствия Нужно что сделать Раскаиваться Раскаиваться То есть Есть специальный Специальный механизм Который называется Исповедь Ведуй На Аверите Это Исповедевающая Заповедь истории Делать ведуй Это вслух Перед Всевышним Раскаиваться В своих грехах И значит значит, пускай Бог простит нам наши грехи, есть такое пожелание хорошее, да, пусть простит нам наши грехи, и чтобы мы заработали много заповедей, сделали много добра, для того, чтобы, для того, чтобы была тут награда, а тут, значит, стер грехи, я вспоминаю, как, такая есть, ну, смешная, как просто зарисовочка, стишок такой смешной, чтобы закончить, сейчас месяц Адар, надо радоваться, Марвин Бесимха, так есть очень смешной такой стишок, который звучит так, Илья, Илья пытается активно уравновесить зло добром, то есть он, у него концепция была у Ильи другая, он пытается активно уравновесить зло добром, увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал, Это такая смешная зарисовка, что некоторые люди, они, в этом является главная проблема человечества на сегодня, да, что люди, не на сегодня, а с первого человека, с Адам Решона, с первого человека, что люди пытаются менять добро и зло местами, и человек, когда он съел от дерева познания добра и зла, Он надеялся стать как Бог, который создает добро и зло, который определил, что такое добро и зло, но нет, мы точно знаем, что Бог сказал, вот это добро, и он это сказал через пророков в Торе, значит, мусульмане принимают, они как бы идут по пути, что им сказал пророк Мухаммед, там, христиане, они идут по своему пути, И я сейчас говорю только о том, что говорит Тора, потому что я еврей, я иду по пути Машерабену, которого сегодня Йорцайт, значит, Бог сказал, что такое добро и что такое зло, и нельзя это менять местами, не надо пытаться самому выдумывать свой мир, Потому что если ты выдумываешь свой мир, так надо знать, что он заканчивается с окончанием тебя же, а когда ты идешь по миру, который создал Бог и по его концепции, то тогда ты переходишь все ближе-ближе к Богу и переходишь в духовный мир в следующую серию, все, шаббат шалом, шаббат шалом всем, удачи, успехов, хорошего дня, пока.